Девушки отдыхают 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 Ты давай детали объясни, и я через два часа вернусь. Варь, снимай ты уже дебильную сетку. Саша, это мое первое судебное заседание. Я хочу выглядеть идеально. Ты едешь тут красоваться или защищать наши интересы? Я хочу сразу произвести приятные впечатления на судью. Ты думаешь, что твой прилизный причесон поможет нам выиграть у Дани? Саша, а тебе не кажется, что по отношению к Дане это не очень правильно? Он биологический отец и… Нет, не кажется. Пошли уже. Куда ты несешься? Дорога – это проезжая часть. Тут не место этим палкам двухколесным. Твалия! Еще взрослый мужчина. Не стыдно? Твалия! Что, Валя, Валя, достали эти самокатчики и только аварийные ситуации их создают? Волосы растрепались. Да пошли уже! Можно? Я тебе что, двенадцатилетний пацан, что ли? Побольше размера не было? Нет. Но вы же заранее не предупредили. Как Карл, самостоятельно. Заранее не знал. Это Мишка вчера все придумывал. Им пришлось срочно все организовывать. Антон Сергеевич, все готово. Журналист приехали. Идем. Идем. Всем добрый день. Ну, кому водружки, кому кофе. А вот и первая гостья. Здравствуйте. Ой, я же вас обожаю. Вы такой скверик возле нашего дома устроили. Огромное вам человеческое спасибо. Подставай. Господи. Вы печица из моря. Галина Виткровна. Ну, что желаете? Эммм, вот тот пирог. Пожалуйста. Прошу вас. Ой, как аппетитно. Вы еще мою шарлотку не пробовали. Мы ее с бабой Таней в детстве готовили. Кухонька. Пять квадратных метров коммуналка. А вот мы ее готовим. Я теперь каждые выходные все время для детей ее пеку. Спасибо большое. Простите, что я вас втянула в этот цирк. Алло. Да, пап. Ключи? А, сейчас открою. Чтобы витрин была видна. Да, нормально. Извините, мне нужно отойти. Есть хочу. Пойду буфет поищу. У нас же есть еще время? Ну, да. Извините, а все идет по расписанию? У нас просто на тринадцать двадцать? Нет, дай немного задерживаться. А это наш судья? Да, Илья Борисович. А-а-а. Это ты. Ну, прости. Все из-за этой фигни. Обзор весь перекрывается. Да, кстати. На, забери. Окролел совсем? Ты меня чуть не сбил. За четыре миллиона люди еще не то делают. Бабки когда вернешь? Мои. Ничего не верну. Ну, уходи, оглядывайся. В следующий раз тормоза могут и не сработать. И где взял? В картовые игры. У Афанасия. Который повар в детском саду? Нет. Другой. Вера Викторовна, извините, можно с вами поговорить? Вера, мне нужно вас кое о чем попросить. Нужно задержать Антона Сергеевича у вас в кондитерской, ну, хотя бы на час. Зачем? Я человек прямой скажу, как есть. Дом у мэра сейчас проходит неофициальный обыск. Ищут кое-какие документы. Что за документы? Они помогут его отправить далеко и надолго. И у нас убадит должность, на которой паразитируют уже 12 лет. Получается, вы просите меня помочь вам подставить и посадить человека? Вера, давно уже нет человека. Я вообще сомневаюсь, что он какратым был. Кто это? Сламнюк Алексей Викторович. 20 лет отработал в ДПС. Уволен на той неделе. А знаете, за что? Потому что составил протокол на сына Антона Сергеевича за езду по встречке. А вот таких два аппарата МРТ появились у нас в поликлинике. Они, правда, никого не диагностируют, зато отлично возят жену Антона Сергеевича из фитнеса в спа. А вот квартира. Двести квадратных метров. Сделаны из пяти маленьких квартир, которые предназначались воспитанникам нашего городского детского дома. Сейчас в этой квартире живет любовница мэра. Хотя должны жить дети, которым эти квартиры нужнее. Я сама с детского думала. Знаю, какова это. Ну, уйдет он. Презет другой, такой же. Приду я, как исполняющий обязанности мэра. Я родился и вырос в этом городе. Я знаю тут каждую улочку, каждую проблему. Я хочу городом заниматься, а не бюджет пилить. Пер, помогите мне. Приветствую. Вы извините за происшествие, которое произошло на парковке. Я не со зла. Ничего, бывает. Вы, пожалуйста, не обижайтесь по поводу самоката. Он вам очень идет. К образу. Я сам люблю погонять, но жена не разрешает покупать самокат. И вот я поэтому из зависти на вас и сорвался. Сочувствую. Давайте я помогу. Тут бывает иногда застревали, но немного надо немножко... Ай! Простите, я не хотел. Да кто вообще такой? Хотите, я за мазью сбегу? Нет, я не хочу. Отстаньте от меня. Чего вообще ко мне привязались? Вольно подуть? А, а ты? Я из-за тебя на недельную реабилитацию в Сочи ездил. Но ты не думай, у меня на камерах все зафиксировано. Скоро в суд подам. Отвали я. А что здесь вообще делаешь ты, а? Точно! Совсем забыл. У вас же сегодня слушание по ребенку. А судья, наверное, Илья Борисович. Друг мой очень хороший. В теннис по четвергам играем. Пойду замолвлю за тебя словечко. Илья Борисович. О, здравствуйте, Мишка. Здравствуйте, дорогой. Помните, что у нас на завтра на 18.30 корт в Лужниках? Да, конечно. Я буду-буду. Отлично. Илья Борисович. Как ваша спина? Все в порядке. Спасибо. Хорошо. Батюшки мои, Илья Борисович. А это ваш новый секретарь? Да, Анна. Очень симпатичная. Вы знаете, мне очень приятно было с вами познакомиться и ждем хорошей статьи. Антон Сергеевич, смотрите, какие я прекрасные яблоки вам принесла для шарлотки. Какой шарлотки? А, ну, которую вы готовите для своей семьи каждый выходной по рецепту бабушки. А, фирменный рецепт, да? Как же жалко, что времени не осталось. Я бы обязательно приготовил. Ой, Антон Сергеевич, вы так рассказали. Так вкусно. Мне прям слюнки потекли. А давайте приготовите, а я ее бесплатно раздам нашим гостям. Скажу, что от вас. Прекрасная идея. И хорошие кадры получатся. И отличная лояльность среди женской аудитории. Ага. Ну... Подержите. А, да, вот так. Спасибо. Пойду разогревать духовку. Пирогова, ты что придумал? Ну, какая на хрен шарлотка? Ты что, не понимаешь, что я это все выдумал? Нет. Я думала, это искренне. Антон Сергеевич, да вы не переживайте. Я вам все подскажу. Рецепт очень простой. Просто заместить тестом, порезать яблоки и в духовку. Вот зачем я с тобой связался? Знался, что ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, что делать-то? Ты почему-то руку не берешь? Ты мне в машине девять раз сказал включить авиарежим. Потому что это же суд. Вставай, мы уходим. Почему? Потом объясню, почему. Нет, уж сейчас объясняй. Помнишь мужчину на самокате? На которого ты наорал, как психованный придурок? Я не был бы так груб в формулировках. Короче, этот мужчина наш судья. Я его сейчас видел в коридоре мантии. Валя, я тебе говорила успокоиться. Надо было подойти и извиниться. Да, да. Ты все разумно говоришь, что я так и сделал. А потом ошпарил его горячим кофе. Случайно. Если нас сейчас не будет, слушания, вероятно, перенесутся. Пройдет время, он меня забудет. И все будет для нас лучше. Пойдем, пойдем. Прошу всех встать, суд идет. Садитесь. Дело слушается судьей Фроловым при секретаре Ивановой. На заседании присутствует истец Смолин. Извините. Я требую отвода судей. Да? По каким причинам? Есть обоснованные сомнения в объективности и беспристрастности судей. Какие? Ну, вы сами знаете, какие. Ну, прекратите нести чушь. Сядьте на место. В отводе судья отказано. На заседании присутствует истец Смолин. Я прошу перенести слушание. В связи с чем? У меня живот болит. Живот болит? Да, возможно, приступ апеницита. Прекратите паясничать или вас сейчас отсюда выведут. На заседании присутствует истец Смолин. Также на заседании присутствует ответчица Пирогова. Я тоже требую перенести суд. У меня это... Плохо очень стало сейчас. Это, как у меня кажется, паническая атака. Что? Паническая атака. Голова очень болит. Голова. 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 Дурдом. Заседание переносится. Прошу всех встать. Заседание окончено. Все свободны. Антон Сергеевич, муку я вам просеяла. Для кадра вам нужно будет просто добавить в нее разрыхлитель. А зачем рыхлое добавлять? У тебя что, нормальных продуктов нет? Нет, нет. Это просто для того, чтобы тесто было более воздушным. Далее вы взбиваете яйца с сахаром с помощью миксера. Понятно, да? И смешать это все с мукой. Все. А, нет. Еще нужно порезать яблоки и добавить в тесто. А как резать? Давайте я покажу. Для того, чтобы вырезать из яблока семечки, вы должны сделать четыре надреза. Вокруг сердцевины. Оля. Главное делать все уверенными движениями. Вот это да. А что, у меня талант, да? Конкуренция испугалась? Черт, Пирогова. У меня в этой синтетике вся задница взапрела. Неужели нельзя было своим кондитером нормальную одежду купить? Значит так, у меня в Италии есть партноль. Позвони, Шимал. Ну что, можем начинать съемку? Мишечка, ты очень занята. Мне нужно переговорить с тобой. Мишечка, ты очень занята. Мне нужно переговорить с тобой. А теперь я покажу вам, как говорит молодежь, лайфхак. Как порезать яблоко. Этому научила меня моя бабушка в царстве небесное. Берем яблоко, устанавливаем его на доске и уверенным движением руки... Черт! Черт! Палец! Прошу! Ищи мой палец! Мама вон туда улетел! Двигайте мебель! Ну как, достаточно мы его задержали? Ну ладно он, но ты зачем устроил этот цирк? Были причины. Ну что мы за люди? Мы даже в суд нормально сходить не можем. А я мечтал, что первое заседание мое будет идеальным. Повторное слушание состоится 27 декабря в 11.00. Спасибо. Даня, давай отменим этот суд. Мы с Валей подумали, ты тоже имеешь право общаться с Эдгаром. Хочешь приходи к нам в гости, можешь брать его гулять. Но никаких отпусков на две недели, по крайней мере, пока он маленький. Потом бесячего подростка, пожалуйста, забирай хоть на месяц. Ребят, спасибо. И мы сегодня в кино хотели пойти. Может, посидишь нам вечером? Я с удовольствием. Пожалуйста. И на следующей неделе поведешь его на прививку. Ненавижу смотреть, как делают укол. И иногда будешь... Валя, хватит. Такое ощущение, что ребенок нам вообще не нужен. Тихо. Да нет, почему не нужен? Я просто... И до следующей недели... Точно, это Витька все устроил. Он меня утром на машине чуть не переехал. Может, в полицию сходить? Так, бесполезно, не поможет. Он там все разрулит. Слушай, Вер, ты же общаешься с мэром. Может, он поможет, а? Мы же его пальцы-то нашли. Нет, вряд ли он поможет. Вер, я его боюсь. Я это помещение хочу продать. Не уехать к сестре в Краснодар. У меня есть покупатель, но я тебе хочу продать. Вот за сколько купила, за столько и продам. За четыре миллиона. У меня нет таких денег. А ты же в передаче участвуешь. А сколько там приз? Три миллиона. Ну, давай три. Выиграй и отдай. А остальные потом пришлешь в рассрочку. Привет. Привет. Где ужин принес? Класс. Спасибо. Привет. 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 Как дела? Дворюгу-то нашу за задницу взяли, а он сбежал куда-то. Временно исполняющим обязанности мэра города станет Котов Михаил Михайлович. Он уже год исполняет обязанности заместителем мэра. Михаил Михайлович из хорошей семьи. Его отец – генеральный директор строительного холдинга. А мать уже 30 лет служит налоговым сотрудником в нашем городе. Михаил Михайлович учился в Кембридже и окончил его с отличием. Воспомленне hoch. Откручиваем. Смотрите продолжение в следующей серии. Герои, в Горьбидже и окончил его с друзьями. В الأфрике, в этом месте, у нас дает мэра города станет ожидающим последнее. На познакомье с друзьями, в Кембридже и окончил его с аргенцией. В этом месте, у нас есть основное место в сторону. Продолжение следует...